Итак, добрый день! Сегодня мы с вами будем моделировать карниз. Этот архитектурный элемент используется во многих каких-либо местах. Можно разделять этажи при помощи него, красиво разделять по уровням, добавлять его под нашими окнами, не только при помощи наличника, а уже отдельно создавать профили самих карнизов. И давайте разберемся, как сделать это быстро и красиво. Итак, я нажимаю на «Я нахожу в своем проекте все тот же самый домик, который мы с вами делали». В левом верхнем вверху вкладка «Файл» — «Создать семейство». Семействами интересует метрическая система «Профиль». Их достаточно много, сейчас разберемся с первой нашей метрической системой, нашим профилем. Открываю данную метрическую систему «Профиль» и оказываюсь сразу же на опорном нашем уровне, в котором есть различные элементы наших семейств. Я могу здесь добавлять дополнительные переменные увеличения по ширине нашего карниза и так далее. Сейчас мы его немного упростим, но сначала замоделируем базовый. Итак, панель «Создание» — «Линейная». Мы с вами замоделируем наш профиль. Пускай он будет 100 на 100. Сейчас я включу толстые линии, чтобы сразу же было хорошо видно. И здесь буду выполнять его каким-нибудь... Придумаю профиль собственноручно. Пускай он будет вот таким. Изначально вот мой профиль с карнизом. Я могу его регулировать, могу поднять его на высоту, чтобы он у меня закруглялся еще и с этой стороны, и от зеркаль, чтобы он красиво разделял наши этажи. Все зависит от того, что вы выполняете в своем проекте. Сейчас сначала сделаем простой. Прежде чем мы его добавляем с вами в проект, мы его сохраняем как семейство отдельное. Загружу семейство «Карниз». Пускай это будет для канала. Могу закрыть, загрузить проект, могу просто закрыть. Мне все равно необходимо его в проекте подгрузить. Не забывайте элементы, созданные в проекте. Мы с вами еще подгружаем. Закрыть и загрузить проект. Вот он мой домик, вот мой карниз. Я перехожу на трехмерный вид назад. Вставить, загрузить семейство. Перехожу в ту папку, куда я его закинул. Вот он мой карниз для канала. Загрузил. Вкладка «Архитектура», «Стена». Выступающие врезанные профили у нас с вами добавляются только через трехмерный вид. И их удобнее всего добавлять через трехмерный вид. Вставляю я выступающий профиль. Изначально базовый профиль по проектной части. Это профиль прямоугольный. Он добавляется в самой программе. Можно его регулировать и так далее и тому подобное. Можно за маркеры уменьшать протяженность нашего карниза. Могу его убрать на какие-то участки, удалить сегменты ненужные и так далее. Сейчас из-за двери у меня так получилось. Изначально он создается прямоугольный. Я могу регулировать его протяженность. Могу его поставить под дверь, под окно. Либо могу протянуть на все элементы моего окна. Ну, моей стены, прошу прощения. Продлевая до границы стены, подсвечиваю свой прямоугольный профиль стандартного карниза. Захожу «Изменить тип». Могу скопировать данный тип карниза, либо могу использовать его из разряда «Я выполняю на скорую руку свой проект». Выбираю в панели строительства профиль. Карниз для канала. Он у нас появился здесь. Выбираю его. Материала пока не задавал. И, соответственно, вот он мой карниз. Давайте поднимем его на высоту моего этажа. Потому что изначально он добавлялся со смещением по уровню. Я не обратил на это внимание. На панели свойств было смещение по уровню. Вот он мой карниз. Давайте я задам материал, чтобы он у меня смотрелся более эстетично. Та же самая штукатурка. Вот он. Давайте я создам аналог. Добавлю его по второй части моего объекта. Они у меня в итоге автоматически продлились и соединились между собой. Давайте разберемся еще. Вставим его под окном, чтобы он красиво получился. И посмотрим, что такое врезанный профиль. Итак, я создаю еще один аналог моего карниза. Создать аналог. Подсвечиваю его. Размещаю под моим окном. Сейчас я удалю наличник старый. И теперь подниму его вверх. Смотрю на свой дом сбоку. Мог через смещение делать. Но на самом деле могу просто подсветить окно. Я вижу, что он на 900 миллиметрах находится. И подниму его немного. Но на самом деле, если вы не хотите, чтобы ваше окно разрезалось, вы когда просто поднимаете сам карниз, у вас он уйдет из самого окна. Автоматически вырезание происходит. А если вы хотите разместить его чисто под окном, я поставил назад смещение, откатился 900 миллиметров, чтобы он был относительно моего окна. Вот он, 900 миллиметров, и подоконник у меня 900 миллиметров. Зацепившись за маркеры, просто зажав левую клавишу мыши, я могу его подтянуть к своему окну. Вот таким вот образом. Ничего сложного вроде бы нет. Теперь давайте разберемся, как добавляется врезанный профиль. Он на самом деле создается абсолютно аналогичным методом. Я просто создам свой профиль. Предположим, что вы хотите разрезать свою стенку. Итак, стена, ой, прошу прощения, файл. Создать семейство. Снова выбираю метрическая система профиль. Нарисую врезанный профиль. Опять создание линейное. Буду проектировать все с использованием толстых наших линий, чтобы сразу же было видно его. Мне нужно замоделировать тот профиль, благодаря которому у меня будут вырезаться из моих стен необходимые показатели. Пускай у меня в итоге стена будет немного волнообразной. Давайте попробуем это сделать. Итак, линейное. Мне необходимо вкладке изменить. Начинать моделирование. Я хочу, чтобы у меня получился вот такой волной. Можно было использовать прямоугольный профиль, можно отредактировать все это эстетично. Я пока этого делать не буду. Вот такой у меня будет по итогу профиль. Можно его было сделать таким образом, чтобы он абсолютно был зеркальный, можно было сделать прямоугольный, без разницы. Вы сами решаете, каким он должен быть. Файл. Сохранить как. Семейство. Профиль. Врезание. Сохраняю. Загружаю в проект. В проекте сразу же перейду на трехмерный вид. Вставить. Загрузить семейство. Профиль. Врезание. Загрузил. Теперь вкладка архитектура. Стена. На врезанный профиль. Добавляю сначала стандартный. Вот он у меня стандартный. На самом деле он прямоугольный, просто я уже здесь немного его перемудрил. Вот он. На самом деле добавится у вас изначально прямоугольный профиль врезания. То есть по факту это вырезанный какой-либо объем из нашего проекта. Итак, я его уже загрузил. Изменить тип. И пускай он будет профиль врезания. Я сделаю вот такой рельефный профиль врезания в свою стенку. Мог и выступающий, а мог и вот такой подрезаемый профиль. Здесь текстура у нас штукатурки немного играет. Ничего страшного в этом нет. Можно сделать такой рельефный профиль для того же самого декоративного камня, который вы будете делать. Можно отредактировать его общий вид, как он будет у нас врезаться в наши откосы и так далее и тому подобное. Все это настраивается вами уже собственноручно. Чтобы можно было корректно. Вот я поставлю сейчас на ноль. Пускай он будет в основании моего объекта. А, у меня еще фундаментная плита на 300 мм, соответственно 300 мм. Минус 100. Соответственно 100 мм. Вот у меня будет он в основании моего объекта. Отрегулировать можно его протяженность, можно сделать его достаточно красивым. Что-то у меня все не помогло нормально попасть. 100 мм у меня. А сам профиль 300 мм. Смещение по длине самого профиля. Я его просто перекину и поставлю на ноль. Вот таким вот образом. Вроде бы как тоже ничего сложного нет. Обычно профилем врезания можно добавить различные элементы для красивого добавления антуража. Но то же самое совместить тот же самый профиль, который мы с вами добавили врезание, с нашим карнизом. И получится что-то необычное. Давайте попробуем его перенести под наш карниз. В итоге у меня карниз будет переходить в профиль моего врезания. По-моему, получается достаточно неплохо. Будут скоро наши стропильные системы для данного типа домика. Рассмотрим все от и до. Ну и как уже говорил в видео про наличники, скетчап, водооснабжение, водоотведение. Будем постепенно наращивать, так сказать, информационную базу. Всем спасибо, что были тут. Скоро увидимся. Всего доброго. Не забывайте как-то отмечать о том, что уроки вам полезны или нет. Мне это очень приятно. Всего доброго.